здравствуйте мои дорогие зрители меня зовут ирина и вы на моем канале сегодня хочу вам рассказать как я ухаживаю за своими новыми цветущими орхидейками из магазина что они вот как бы продолжают держать свои цветы получается что эти красотки да они при адаптации но они еще в магазине начали сбрасывать бутончики видео об этом было вот и получается что они вот их до сбрасывали то что вот еще было да как бы магазинная такого уже привяжи и все все остальные цветочки бутончики они держат здесь даже вот эта прекрасная орхидейка арт ноа распустила два бутончика кстати в прошлом видео я неправильно назвала ее название меня многие исправили да я ошиблась вот но я думаю что это не критично вот и она держит свои цветы все прекрасно все замечательно все классно все корешочки на месте все листочки тоже в хорошем состоянии принципе все как и было то же самое происходит и с орхидейкой бегливчик такого знаете по типу мультифлорного она всегда разветвляется да всегда вот она получается цветет очень пышно у нее сразу же еще в магазине отсохли все бутончики на одной веточке а на второй как вы видите как были они так и остались вот поэтому домашний мой уход орхидейкам очень нравится и они спокойно да растут и продолжают цвести вот то что я и хотела вам рассказать как этого добиться как сохранить домашнее цветение точнее как сохранить магазинное цветение чтобы дома они продолжали цвести тоже часто такое бывает приносишь орхидейка вся облетает первое я их не замачиваю я не поливаю с помощью замачивания я их ставлю всегда вот такие вот кашпо они продаются в любом магазине а вот у меня их уже много но обычно да если я хочу допустим даже кому-то подарить орхидею я сразу дарю вот этим вот кашпо и сразу отправляю свое видео по поводу того как поливать в этом кашпо они бывают разные вот бывают разного цвета бывают немного разной формы и даже внутри да бывает что есть такое возвышение ну прям большое толстенько одно а бывает несколько да вот здесь например их 3 возвышения чтобы орхидея не стояла дно в дно с вот этим вот кашпо она как бы приподнята получается над уровнем дна вот сейчас я вам продемонстрирую вот видите там внутри возвышение орхидейка стоит над этим на этом возвышении тут получается есть промежуток от дна и вот сам полив он очень очень простой так как внутри получается орхидеи как правило есть торт стаканчик она он очень быстро намокает вот поэтому орхидейки которые идут вот как в магазине да с магазина вы взяли вот они с вот этими вот влагоемким грунтом да внутри этот торт стакан классический программ прозрачный горшочек замачивать нельзя можно загубить таким способом орхидею поэтому вот в кашпо я поливаю проливом вот так вот чуть-чуть все этого достаточно излишки воды стекают на донышко и орхидея чувствуя влагу внутри удал горшка внизу она начинает расти туда корни зачастую бывает что пока орхидея отцветает внутри уже нарастает столько много корней что приходится потом разрезать этот горшочек то же самое повторяю со второй орхидейкой но сегодня еще я бы хотела протестировать на этих орхидеях новый препарат новый препарат от аминосил вообще получается что аминосил это витамины и аминокислоты для наших любимых орхидей и этим аминосилом я могу спокойно полить цветущую орхидею и она не сбрасывает свои цветочки но в компании аминосил появился новый продукт вот я хочу его протестировать на цветущих растениях вот и хочу засыпать эти гранулки собственно в этих красотах это будет своеобразный такой получается тест плохого ничего не случится даже если эти орхидейки сбросят цветы ничего страшного абсолютно в этом не будет мне главное чтобы они начали на активно растить корни и собственно листочки потому что скоро новый сезон цветения я даже подумываю да обрезать цветы цветонос и ждать новый цветонос но чтобы протестировать от препарата сбросят вообще орхидеи цветы или нет вот сейчас как раз таки поэтому я и засыпаю гранулы горшочки я думаю что здесь все понятно и комментарии по поводу того что зачем сыпать цветущим орхидеям удобрения их не будет это тестирование сбросят или не сбросят я бы все равно сейчас обрезала бы цветы да чтобы орхидеи начали бурный рост и вызвать у них новый цветонос вот сейчас новый сезон цветения поэтому я надеюсь что здесь все понятно здесь получается идут гранулы я вам их сейчас покажу выглядят они вот таким вот образом вот и здесь по инструкции это получается то же самое что и в жидком виде здесь идут витамины здесь идут аминокислоты микроэлементы в общем очень богатый список и для тех кто знаете сейчас скажет что это реклама я хочу знаете вам сказать что многие сейчас орхоманы да и не только да любят аминосил и пользуются им на постоянной основе реально препараты препарат зарекомендовал себя очень позитивно видно что цветы вообще любые цветы хорошо на него реагируют поэтому знаете если вы не попробовали этот препарат на своих растениях не стоит писать что это реклама вот если вы попробовали и вдруг вам что-то не понравилось тогда можете написать вот а если не пробовали тогда ну я думаю что сначала стоит попробовать а потом уже да и вот заниматься каким-то таким вот хейтом так препарат для меня нового сейчас по инструкции обязательно на здесь получается идет дозировка расход и период внесения 5 грамм на 3 литра грунта а получается 5 грамм этого чайная ложка поэтому я сейчас и трясу себя в руках один раз в месяц с мая по октябрь один раз в два месяца с ноября по апрель получается что внесение вот этих под гранул знаете я буду вносить один раз в два месяца я всегда как-то так немножечко растягиваю период удобрения не перекармливаю свои растения и вот я всегда минимальной как бы дозировкой получается я буду добавлять один раз вот эти орхидеи я запомню именно этот препарат и буду на них тестировать и один раз в два месяца буду им добавлять так если мы сажаем орхидею получается это может быть еще и как вот именно стимулирующий препарат как толчок да можно прям при посадке добавлять орхидеям да вот эти вот гранулки так получается у нас схема смешать с субстратом из расчета 5 грамм на 3 литра грунта это получается знаете вот минимальная дозировка и этого пакета хватит очень надолго если правильно использовать потому что чайная ложка на 3 гриль литра грунта это очень много потому что здесь сейчас наверное вот пол грунт пол литра грунта только потому что с горшочек маленький он примерно идет на пол литра плюс еще корни плюс там грунта совсем минимально расчет идет именно по грунту даже не по горшочку а по грунту значит получается если горшочек допустим у нас здесь пол литровый ну может чуть чуть больше то грунта там получается еще меньше да это примерно где-то 400 грамм грунта и вот на 400 грамм грунта на 400 миллилитров грунта это я не знаю там на кончике чайной ложке всего лишь нужно добавить чтобы не переборщить с удобрениями вообще не люблю переборщивать это чревато последствиями и ожогами поэтому однозначно нужно лучше чуть чуть меньше чем чуть чуть больше также тщательно пролить субстрат вот следующая подконка только через два месяца так здесь у меня была залеплена так если у нас орхидейка уже посажена равномерно распределите гранулы по поверхности субстрата точно также идет чайная ложка на 3 литра грунта высчитываем так тщательно полить субстрат вот поэтому у меня 2 орхидеи у меня здесь примерно на 2 орхидеи как раз таки только литр грунта и если у меня в ложечке здесь 5 грамм то получается 5 разделить на 3 это там по грамму с копейками в общем на кончике чайной ложки нужно добавить этих гранул в общем примерно по 5 гранулок на грунт вот 5-6 не больше получается вот по поверхности грунта все шесть у меня получается и здесь как раз еще штучек 5 вот смотрите это на вторую орхидейку вот так вот все по поверхности грунта равномерно рассыпали теперь хорошенечко проливаю прям хорошо хорошо чтобы смочить эти гранулы вот но замачивать орхидеи я не буду просто хорошо пролью лишнюю воду если сейчас переборщу я тоже солью даже по инструкции нет замачивания да только лишь хорошенечко пролить вот чтобы смочить эти гранулы все как вы видите тут с водичкой я переборщила слегка вот буквально сейчас минуточку наверное постоит даже тоннами внутрь это будет много я сейчас все солью чтобы не переувлажнить буквально сейчас секундочку солью и включусь заново все водичку я слила вот но не всю капельку чтоб буквально там хотя бы 5 миллиметриков водички на донышке было там ну сантиметр вот но не касался до получается внутреннего горшка все эксперимент начался посмотрим да сброса для орхидеи свои цветы или нет потому что этот препарат рассчитан на то чтобы добавлять его один раз в два месяца не в зависимости от того цветет орхидея или нет это получается такое пролонгированное удобрение на два месяца даже вот в период цветения орхидейку надо до подкармливать стимулировать чтобы богатая был букет вот поэтому собственно этот эксперимент я и начала чтобы убедиться и потом не бояться на домашнем цветении добавлять эти гранулы я думаю что сейчас все понятно эксперимент начался покажу вам обязательно результаты этого эксперимента а пока оставляю орхидейки в покое пусть наслаждаются витаминами и микроэлементами ну что мои дорогие сегодня я к вам сразу с результатом прошло несколько дней после того как я добавила вот такие вот гранулки это новинка от аминосил в цветущей орхидеи цель до его добавление в цветущей заключалась в том что есть у меня орхидеи которые цветут круглогодично но их все равно нужно подкармливать и я хотела посмотреть подойдут ли гранулами носил именно для подкормки цветущих орхидей вот и как раз таки да вот прошло несколько дней это магазинное цветение а значит эти орхидеи наиболее лучше покажут до результат потому что они не такие выносливые как домашние и я думала что цветы облетят в принципе это было бы даже очень логично потому что вообще из-за стресса до магазинное растение приносим домой она сбрасывается ведь свои цветочки и бутончики причем в магазине уже начался этот процесс но что мы видим вот красавицы стоят и одна и вторая вот они эти красотки вот здесь у нас только вот засохли бутоны вот но это было знаете предсказуемо потому что здесь уже до начали отсыхать бутончики возможно процесс уже был запущенный вот поэтому они как бы отсохли но цветы орхидейка держит так что по розеточки давайте посмотрим так здесь все замечательно все в порядке конечно о каком-то сейчас бурном росте говорить не стоит во первых орхидеи цветущие во вторых да только несколько дней прошло но я могу сказать что сейчас вытащу вот они наши карьера так фокус вот корешулечки все с ними в порядке все замечательно с розеточкой 2 то же самое так посмотрим кореш корешки так аккуратно не зацепиться вот смотрим корни все замечательно все как было вот так что адаптация проходит на ура цветочки сохранились эксперимент считаю очень даже удачным вот и попробую на домашних цветущих орхидейках также добавить аминосил в гранулах и если он все заре рекомендует хорошо то именно цветущие орхидеи я буду подкармливать именно так очень удобно один раз в два месяца засыпаешь и орхидеи получают и микроэлементы и аминокислоты и также еще и витамины вот такая красота на этом я буду с вами уже прощаться всем пока пока до новых встреч